Дорогие друзья, здравствуйте! Много приятных новостей. Знаем, что был просмотрен фильм в Лондоне дорогого нашего Димаша. Ждем информации об этом просмотре. Это произведение The Story of Fun Sky. Оно вечно, друзья, а большое видится на расстоянии. Мы с вами погрузились просто сумасшедше по насыщенности можно так сказать, произведение Димаша о мире, о жизни. Оно настолько насыщенно, что, конечно, в двух-трех видео его не опишет, это жизнь. 25 лет, как говорит Димаш, его творческого пути. Да, друзья, мы сделали об этом видео не одно, но вот я говорила в своем таком очерке, беседе на эту тему, произведение Димаша «Жить», что Димашик не знает, не понимает, сколько мы его глубоко любим, и каждый сюжет, который показан в его фильме, мы знаем. Как только мы об этом сказали, с вами Димашик выложил несколько совершенно неизвестных нам кадров, ну, малоизвестных, так скажем. Ну, об этом и другие блогеры говорили, что нам знакома всякая картинка, какую Димаш представил, потому что мы Димаша не пропускаем мимо нашего внимания ничего, что касается его и никого. Так вот, я сделала такое небольшое видеообзор, как переписывались между собой Димаш и Игорь Крутой. Игорь Крутой поздравил очень тепло, назвал его Димашиком, дорогим другом, гением, гениальным моим другом и сказал, что он мастер мурашек, и пусть также эти мурашки появляются у всех, когда ты только выходишь на сцену. Димашик очень тепло поблагодарил Игоря Крутого, и у нас, конечно, есть надежда о новых произведениях. На самом деле, друзья, чтобы мы там не говорили, и всякое бывало, и я тоже по-разному относилась, то, что происходит, но на самом деле Игорь Крутой, он просто воскрес, так скажем, он совершенно обновился. Есть у него прекрасное произведение, но то, что он написал для Димаша во многом, в большинстве, так скажешь, это просто супергениальное произведение, друзья, поэтому Димаш так влияет на многих людей, я даже сказала, на всех, кто его чувствует, его искренность, его искусство. Он возрождает в людях творческий потенциал, если он заложен в человеке, он многократно увеличивается в тысячи раз. Это мы видим в тандеме с Игорем Крутым, очень талантливым композитором, и гениальный Димаш, конечно, повлияло на него. А сколько чудесных произведений от дорогих, посвященных Димашу. Друзья, это отдельная, отдельная тема, им нет числа, таланты дорогих просто зашкаливают, желание отобразить Димаша и в стихах, и в рисовании, в писании, в музыке, во всех проявлениях артистических натур дорогих, окрыленных Димашем, его натурой, музыкой, его искусством. Еще раз, если сказать что-то о вот этой картины, жизни творческой Димаша, который нам представил. Тема часов и шахматы, она, конечно же, связана с мудростью восточной, потому что шахматы родились на Востоке, и мы это знаем. Песочные часы, кстати, самые первые известные человечества были солнечные часы. Помните, опять этот любимый нами фильм, фильм эпоха, «История одного неба», там используется некий символ, который предназначен для того, чтобы через него падал луч света. Таким образом, навигационные системы корабля ориентировались по солнцу, и затем песочные часы стали известны. Говорят историки, что они появились во Франции, и Карл I употреблял их. Но кто исследует действительно происхождение вот этого удивительного совершенно отсчета времени, то ученые говорят, что он зародился задолго до нашей эры. И, конечно же, это Восток. В этом же контексте о символе, который используют на кораблях и который есть у Димаша в легендарном фильме «История одного неба», надо сказать, что песочные часы тоже используются в основном на кораблях, потому что они не боятся тряски, они не боятся качки, они всегда показывают верное истечение времени. Там используется специальный песок. Это символ, вечный символ, старинный символ течения времени. Оно скоротечное, друзья. То же самое шахматы. Это наш каждый день. Наши игры, скажем, в кавычках игры, то есть мы делаем какой-то ход, мы надеемся на победу, но в конце, конечно же, будет мат, куда бы ты ни ходил. Об этом говорит Димаш, он использует, кстати, образ шахмат, который был в легендарном фильме о Гарри Поттере. И об этом фильме Димаш говорил в своем интервью армянскому телевидению, что его любимый фильм, что он пересмотрел и перечитал все его книги. Конечно же, там столько волшебного, таинственного, непредсказуемого. То, что любит наш легендарный артист, музыкант. Творческий, гениально творческий человек во всех направлениях. И если вернуться к тем кадрам, который сейчас Димаш нам показал из своих архивов, вот он 11-летний малыш Димаш. Насколько он серьезен, насколько он сосредоточен, как он себя держит уже на сцене. Вы посмотрите. Я хочу сказать, никому не в обиду, он ни на кого не похож. Да, много талантливых в его окружении и близких, но он не похож ни на кого. Он уже с детства был такой харизматичный. И второй сюжет, когда была церемония открытия детской музыкальной школы САС. Посмотреть там на улыбку маленького Димаша. Она такая же. Она полна любви, внимания, терпения и какого-то чувства, я бы так сказала, некого своего особого положения. Вот оно у него так и есть. Он на сцене. Король, да и он жизнь так же себя ведет. Хоть и мягкий, воспитанный, скромный, но он всегда ощущается властелином положения. Его чувствуется колоссальная сила. Так вот она чувствуется уже здесь, друзья. В этом он индивидуален абсолютно. Ни на кого он больше не похож. Еще раз хочу сказать, что вот эта философия жизни, ее скоротечности, которая возвращает нам внимание прожитым дням, минутам и секундам, это не потому, что Димаш находится в какой-то депрессии. Я не знаю, конечно, досконально. Я просто хочу сказать в общих чертах, потому что философия, еще раз скажу, востока, она подразумевает эту печаль о жизни. Понимание того, что жизнь скоротечна, дает человеку полноту. Полноту, с которой он использует каждую секунду в свое время. Потому что она бесценна. Каждая минута бесценна. Если она наполнена любовью, служением и отдачей другим, то вся жизнь наша делается бесценной. Да, друзья, еще хочется сказать, как всегда, Димаш, конечно, использует много символизма, но самое главное, поражает его мудрость, его начитанность, его образованность. И более всего меня, например, поражает глубине души. Как он не боится так открывать всем свой внутренний мир, быть настолько уязвимым. Ведь каждый может бросить любую насмешку и камень. Он не боится ничего, потому что истинная любовь, она не боится. Она всегда знает дозволенные границы. И она делает практически немым зло. И даже если она там что-то пытается сделать, оно выглядит немощно напротив, по сравнению с такой любовью, какую Димаш дает всему миру. Иметь такую познавательную, духовную зрелость в таком возрасте, друзья, это редчайшее качество. Оно не встречалось ни у кого, ни до сих пор, ни в наше время. Это с такой количеством музыкальных оттап, возможностей. Жанры, все жанры используют Димаш, мы об этом все время говорим. Редчайшее качество быть таким разным на сцене, то буквально до шлавливого, очень сексуального красавца, просто Джеймс Бонд, до мудрейшего человека, перед которым просто хочется встать на колени, до нежного друга. Улыбкой, которая завораживает буквально всех. И дети, как бабочки, летят на эту улыбку. И мы все, как дети, делаемся и тоже летим на нее. Какой он разный. И в этом он един. И все вот его здесь картинки, имаджины в этом фильме. Жизнь. Говорят о том, что Димаш любит жизнь. Он нам об этом говорит. И он принимает ее испытания, он играет с ней в шахматы, понимая, что от каждого нашего хода зависит вся вселенная. Потому что каждое наше движение, сердце, рук, души меняет этот мир. И Димаш приглашает нас делать то же самое. Беречь, лелеять, холить каждую минуту этой жизни, дарить любовь. И будьте всегда благодарны. И да будет процветать муза, великого поэта, мыслителя, музыканта, философа, большого человека, человека мира, Димаша Кудайбергена. И, конечно же, надо сказать еще об этих буквах, о проекторе, который отражается, проектируется на Димаше, на лице, руках, на всем его теле, его фигуре. Это то, что оставляет на нас жизнь. Все, что мы проживаем, с кем мы встречаемся, все наши мысли, слова, все отражает на нас, все делает нас, все формирует нас. Негативные или позитивные, они у нас формируют все эти отражения жизни. Но уж направить их в нужное русло, это зависит от нас. Друзья мои, всем радости. И до встречи на ближайшем концерте в Малайзии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok